Всем огромный привет! И возвращаясь к моей новой рубрике ТОП 5, я хотела снять такое же видео и про свои любимые 5 помад. Но, к сожалению, я поняла, что просто-напросто я не смогу снять такое видео, поскольку у моих любимых помад гораздо больше, чем 5, и просто выбрать именно такое количество я бы не смогла. Потому что помады для губ я просто обожаю, это, наверное, самое-самое любимое для меня, что есть декоративной косметики. Блески я не очень люблю, но помады это просто что-то с чем-то, я очень-очень их люблю, постоянно их покупаю, стоит не только увидеть какой-то красивый оттенок или оттенок, который мне понравится, то я, наверное, в принципе, не раздумывая его покупаю. Поэтому, конечно же, 5 помад я бы вам в любом случае не смогла бы выбрать и не смогла бы показать. Также у меня есть уже видео предыдущее, где я рассказывала вам о всех своих помадах, а в этом видео я хочу вам рассказать и показать несколько помад, которые я приобрела не так давно, то есть мои новые помады, небольшое пополнение в моей, скажем так, помадной коллекции. И давайте сразу же, наверное, приступим. И что еще хочу сказать, в конце этого видео вы обязательно увидите все помады на моих губах, как они смотрятся именно на мне, поэтому, в общем-то, оставайтесь до самого конца. И первое, с чего я хочу начать, это с двух вот таких помадок. Это помады от фирмы L'Etoile. Вот так они выглядят в таких лаконичных черных упаковочках. Первая помада – это оттенок 125 и второй оттеночек – это номер 128. Именно вот эти помады от фирмы L'Etoile – это помады из новой весенней коллекции. В косметике L'Etoile сейчас есть новая коллекция, в которой очень красивые оттенки помад, также очень яркие, привлекательные оттенки теней, то есть действительно все такое весеннее, летнее, очень яркое и красивое. И вообще я к косметике L'Etoile очень-очень хорошо отношусь, то есть мне эта косметика очень нравится, продается она, конечно же, исключительно в магазинах сети L'Etoile, в общем-то, это и понятно. Ну, в общем, мне эта косметика нравится, у меня уже много чего есть из этой фирмы, и, в общем-то, я не смогла пройти мимо этих двух помад, особенно их цвета, это просто что-то потрясающее. Помада, которая под номером 128, она выглядит вот таким образом. Это такой очень яркий, красивый оранжевый оттенок, вот здесь вот она у меня на свотче, но потом, как я и сказала, обязательно в конце увидите на мне, как смотрится. Это действительно именно такой оранжевый цвет, который я всегда хотела. У меня очень много есть уже оранжевых или таких персиковых помад, но это все было не то. Эта помада именно то, что нужно, это очень яркий оранжевый цвет, можно сказать, в вырыве глаз, возможно, конечно же, на камеру он будет смотреться по-другому, но в жизни это очень красивый, ярко-оранжевый оттенок. Также, конечно же, не стоит не забывать о том, что у всех пигмент губ изначально разный, поэтому на ком-то оттенок может смотреться по-другому. На мне лично смотрится именно так, так как у меня свои губы достаточно бледные, вот, поэтому на мне, в принципе, любой оттенок смотрится достаточно ярко. Вот это не исключение, очень яркий, насыщенный оранжевый цвет, просто супер. Также еще вот эти помады из этой новой серии от L'Etoile, они, я не могу сказать, что они полностью матовые, они немного матово-глянцевые, я бы так это назвала, но больше они, конечно же, уходят в такой матовый оттенок. Губы они не сушат, очень хорошо ложатся, мне очень-очень понравилось, поэтому присмотритесь. И также они очень стойкие, особенно вот эта оранжевая, она даже выдерживает перекус, и там, если вы попьете водички, в общем, отличная. И вторая помада из новой серии L'Etoile 125 оттенок, это, конечно же, вот такая ярко-розовая барбишно-кукольная помада. Мимо такого оттенка я просто никогда не могу пройти, а тем более с таким матовым эффектом, вообще просто супер, сейчас это очень модно. Вот так вот она выглядит на сводчике, вот здесь. Очень красиво, именно для любительниц таких кукольных губ, это то, что нужно, вообще я просто в восторге. Кстати, запаха эти помады вообще практически не имеют, но качество очень-очень хорошее, я довольна этим помадками, просто на 100%, а вот эти цвета, ну я не знаю, что может быть еще прекраснее, по-моему, потрясающие оттенки. Также там есть парочка других красивых оттенков, есть замечательный матовый, такой красный классический оттенок и еще другие. Поэтому присмотритесь к новой вот этой коллекции, думаю, что вы также останетесь довольны, как и я. Если у вас уже есть помадки из этой коллекции, то, пожалуйста, пишите свое мнение. Далее я хочу вам показать две помады, которые я заказывала в Avon. Кстати, помады от Avon мне тоже очень-очень нравятся, вот и сейчас вам их покажу. Одну, возможно, вы уже видели, это вот такая помадка из серии Ultra, и называется у меня эта помада в русском каталоге Розовая мечта. Вот так она выглядит, это такой светло-розовый, практически такой бледный, можно сказать, такой оттеночек. Она даже, ну как бы на мне, она смотрится немножко бледновато, она бледнит губы, но, в принципе, мне это нравится, поскольку за счет этого она смотрится очень-очень нежно. Она для создания нежного образа отлично подходит, она очень классно увлажняет губы, очень ровно, хорошо ложится, абсолютно их не сушит. Текстура этой помады просто потрясающая, мне очень нравится. Но также я читала отзывы о том, что не все оттенки вот в этой серии Ultra так же хороши, как этот. Но этот он очень-очень хороший оттенок, действительно мне нравится, для любительниц бледных губ это то, что нужно. Такой бледно-розовый оттенок. Вот, и вторая тоже моя новая помадка от Avon, которую я также заказала совсем недавно. Сейчас я посмотрю, как называется, из какой серии. А, это серия, которая называется Совершенство. Да, губная помада Совершенство. Вот так она выглядит, то есть эта помада идет как еще ухаживающая, в такой розовой упаковке. И у меня оттенок называется в русском каталоге деликатный сиреневый. В общем, вот такой оттеночек. Вот он здесь вот у меня, вот тут находится. Очень на самом деле интересный цвет. С одной стороны, он действительно такой сиреневый, также в нем есть немножко приглушенно-розового цвета и немножечко коричневого. На губах он смотрится темнее, чем я ожидала, но тем не менее, в таком, можно сказать, для кого-то это даже будет нюдовый сиреневый цвет. То есть, действительно такой приглушенный оттенок. Мне он понравился, качество потрясающее. Действительно ухаживает за губами, очень ровно ложится, абсолютно не шелушатся губы. Ну, то есть, как бы, она не подчеркивает шелушение. Вообще, потрясающая помада. И повторюсь, именно вот этот оттенок, о нем очень много отзывов в интернете. Именно этот оттенок деликатный сиреневый многие хвалят, потому что действительно очень интересный, такой многоградный цвет. И опять же, думаю, что на разных губах, с разным пигментом натуральным, он будет смотреться по-разному. Вот, мне очень понравилось. Помада, это я вообще очень недовольна, тоже ей часто сейчас пользуюсь. И также я еще в Вейване заказывала себе вот такой карандаш для губ из серии Ультра. И у меня этот оттенок был розовый кашемир. Он выдвигающийся, такой симпатичный розовенький оттеночек. Иногда подвожу им губы. Не часто я это делаю, так как я не очень люблю прорисовывать именно контур губ, но все-таки его приобрела. Мне он понравился, он не растекается, отлично прорисовывает контур губ. Им даже можно заполнить губы полностью. В общем, мне этот карандаш понравился. Также вам его могу посоветовать, очень-очень даже достойно. Также там есть и другие интересные оттенки. Мой немножечко с таким перламутром, что, кстати, придает немножечко объема губам. Вот, поэтому, в общем-то, из-за этого я его и заказываю. Далее вот такая помада от фирмы Пупа. Возможно, я уже ее как-то вам показывала, но очень мало как-то, по-моему, я о ней говорила. Вот, вот такая помада от Пупа. У меня она в оттенке 17. Это серия New Chick, по-моему, называется. И это такой темный, можно сказать, сливовый оттеночек. Вот так вот он выглядит. Ну, такая вот темно-сливовая помада, немножечко с коричневым подтоном. Помады Пупа, они тоже очень хорошего качества. У меня уже были помады от фирмы Пупа. Тоже все супер, как бы никаких проблем с ними нет. Поэтому тоже мне понравилось. И такой темный оттенок, тоже иногда его люблю использовать. Вот, смотрится так немножко загадочно, как мне кажется. В общем, мне очень даже нравится. Далее, что хочу вам показать, уже предпоследнее. Это, в общем-то, вот такая вот помадка или блеск помады. Даже не знаю, как это правильно называется. Такой вот джамбо-карандашик, бикини от фирмы L'Etoile, опять же. И этот у меня в оттенке 207 Rose Strip. Вот так выглядит. Сейчас я его куда-нибудь вот сюда вот нанесу. Вот так вот он выглядит. Что я хочу сказать. Этот оттенок, он очень классный. Он немножко темноватый. Но это такой ягодный, красивый оттенок. Очень красиво смотрится на губах. Очень ярко. При этом даже как-то губы смотрятся более полными. Более пухлыми, вернее. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Не знаю. Очень-очень хорошо ложится. Также не скатывается. Сказочки не подчеркивает. Ничего как бы не сушит. Отличные вот эти вот карандашики от L'Etoile. У меня уже есть один такой в розовом тоже ярком таком оттенке. Вот. А этот мне достался, в общем-то, в подарок от магазина La Moda. За что им большое спасибо. И вот так же там еще другие средства от L'Etoile. Они мне сделали подарочек такой к 8 марта. Вот. И, в общем, как бы я осталась довольна. А сама я тоже уже покупала. Как я сказала, у меня есть такой еще один в ярко-розовом свете. Вот. И так же к этому карандашику я приобрела вот такую точилочку от фирмы L'Etoile. Она здесь есть на стандартный размер карандаша. И вот на такой большой. Очень удобно. Отлично все точится. В общем, супер, как бы. Карандаш, кстати, единственный минус в том, что он, конечно же, не очень экономичный. Если часто им пользоваться, то, конечно же, он очень быстро закончится. Но вот эта точилка, она помогает, поскольку у меня до этого была другая точилка. И очень плохо точился карандаш. Больше расходовался. Но вот когда я купила эту, то как бы все стало гораздо лучше. Она точит просто как по маслу. Вот. Ну и последнее средство для губ, которое я вам хочу показать. Я также о нем вам уже рассказывала. Но повторю еще раз. Возможно, кто-то не видел. Это вот такая вот помада от L'Oreal из серии Shine Carres. Это такой, можно сказать, синт для губ. Помада-блеск с таким вот очень удобным спонжем. Для меня это лично такой классический красный оттенок с блеском. За счет этого я спокойно могу носить его днем, потому что губы блестят. Вот. И поэтому для дневной носки, мне кажется, он хорошо подходит. Я забыла сказать. У меня оттенок 300 Juliet. Очень мне понравилось. У меня также уже есть еще одна такая помадка, точно такая же, только другой оттенок. Вот. Поэтому они хорошие. У них тоже очень интересные цвета. Тоже вам рекомендую. Вот. Единственный минус, который я заметила уже по истечении какого-то времени, и вот, как я и пользуюсь, и о чем хотела бы вам сказать, это то, что она, именно вот этот оттенок, не совсем ровно ложится. То есть, чтобы сделать именно такой ровный, красивый слой, нужно на самом деле постараться, так как он может ложиться какими-то, ну, скажем так, пятнами, что ли. То есть, не совсем равномерно распространяется по губам. Поэтому нужно постараться, чтобы нанести. Но с другим оттенком у меня есть такой розовый, с тем оттенком таких проблем нет, он идеально ложится на губы. То есть, это проблемы именно вот с этим вот красным оттенком. Ну, вот и все. Это были все мои новиночки для губ. В общем-то, все это я могу вам порекомендовать. Мне это все очень нравится. Особенно обратите свое внимание на вот эти вот новые помадки от фирмы L'Etoile. Оттенки просто потрясающие. Бомба. Очень-очень модные, яркие и сочные. Ну, вот и все. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Может быть, оно оказалось кому-то полезным. Пишите, пожалуйста, свои любимые помады, оттенки и номера. И вообще, какой оттенок помады вы больше любите. И так же, что вы больше предпочитаете. Помада или блеск для губ. Ну, вот и все. Большое спасибо всем за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok